Всем привет дорогие друзья! Это мой личный топ игр для приставки 3DO. Жаль, что игр для 3DO приходило не так уж много, но для меня данная приставка оставила много теплых и приятных воспоминаний за все время, когда она у меня была. Скажу сразу друзья, что с английского у меня все плохо, поэтому заранее извиняюсь за неправильное произношение названия некоторых игр. Итак, поехали! Alone in the Dark. Замечательная игра в жанре survival horror. Мне нравились обе части этой игры, но первая часть мне понравилась больше. В первой части игры мы узнаем о странном убийстве, который произошел в особняке Дерсета, который был построен на бескрайних просторах штата Луизиана. Действие игры разворачивается в 1924 году. В начале игры нам предлагают, за какого персонажа мы будем играть в самой игре. Либо это будет частный детектив Эдвард Карнби, или же мы можем играть за Эмили Хартвуд, которая приехала ради любопытства, чтобы разгадать тайну, что послужило причиной дядиного самоубийства. Нашим героям придется заследовать огромный особняк в поисках различных предметов, решать разные головоломки и попутно сражаться с нечистью. Управление за самого персонажа вам нужно привыкнуть, для многих оно покажется жутко неудобным, но освоившись, вы без проблем будете им управлять. В свое время я играл в обе части этой игры, не понимая самого сюжета, но мне очень нравилась самая концепция этой игры. Все было сделано очень атмосферно. Я рад, что спустя много лет ребята из форума 3DO PLANET сделали обе части этой игры полностью на русском языке. Баттл Спорт. Это уникальная игра с необычным гейплеем. Возможно данная игра прослабо мимо меня, если бы я ее не увидел впервые в игре Капитана Квазар. Там она была представлена в виде такой небольшого превью. Эта игра объединяет сразу два жанра. Тут у нас и спорт и бои. Получается киберспортивный футбол. Мы находимся в далеком будущем, где летаем на таких боевых машинах по арене один на один с противником. И основная наша задача это захватить мяч и забить их в ворота. Сама игра мне чем-то напоминает тристал метал на PS1. Во время битвы нам нужно продержаться три периода, время которое мы сами можем устанавливать в меню игры. Сама арена тоже может быть напичкана разными ловушками, да и ворота могут двигаться, что усложняет процесс попадания в них. От игры я получил массу свою время и удовольствия, играя в неё. Особенно с друзьями друг против друга. Brian Dead 13. Я обожаю подобные игры в виде интерактивного кино в выполненном стиле мультфильма, да и не только их. Эта игра поразила меня своей красочной анимацией и она на порядок лучше выглядит чем тот же самый Dragon's Lair или Space Ace. В отличии от предыдущих этих игр у нас здесь нет подсказок в виде стрелок или подсвечивающихся предметов, подсказывающих нам в какую сторону нам нужно успеть нажать на геймпаде, чтобы действие продолжалось. Здесь нам нужно самим угадывать и искать нужное действие. В самой игре мы управляем пареньком по имени Ланс, он же компьютерный мастер, которого вызвали для того, чтобы он починил компьютер в страшном замке. Починив большой суперкомпьютер, Ланс узнает о дьяволском плане захвата мира доктора Нерро Нерврозиса, над которым он изрядно подтешается. Вскоре Ланс начинает преследовать Фриз близкий слуга доктора и с этого момента начинается сама игра, где нам предстоит познакомиться со всеми обитателями странного замка. Игра выходила в свое время на двух дисках и я очень надеюсь, что когда-либо может выйти ее продолжение. Причем геймплей игры построен таким образом, друзья, что мы можем следовать замок бегая прямую по кругу, заходя в разные развилки и посещая уже знакомые нам локации с разных сторон. И от этого будет зависеть какие враги нас там будут поджидать. Ух ты, ух ты, очаровашка! Эй, сладенький! Как здорово, что ты зашел! Я Ви Ви! И добро пожаловать в салон красоты Ви Ви! Корпс Киллер. Это игра для любителей интерактивного виртуального тира с живыми актерами или, я бы сказал, рельсовый тир. В этой игре мы будем сражаться с армией зомби. Как всегда, сумасшедший профессор Доктор Мороб проводит ряд экспериментов по созданию живых людей из покойников. Благодаря чему он создал целую армию обычных зомби. Действие игры происходит на острове, где мы в роли одного десантника, неудачно приземлившись на остров, где на нас набрасывается зомби. И в этот момент нас спасает местный Растаман, с которым мы дали путешествие по острову, зачищая все местности от армии зомби. Также хочу отметить, друзья, что спустя много лет игра получила свой ремастер, который вышел в 2019 году. Так что всем, кому нравятся подобные игры, можете купить ее в стиме. Cannon Fodder или пушечное мясо. Шедевральная игра с задницей, раздирающей сложностью. Игра относится к стратегии, где мы управляем небольшой группой солдат, которых в процессе можем разбить на отдельные группы и переключаться между ними. Всего в игре у вас 23 миссии, но есть миссии, которые делятся на несколько фаз. Задания у нас очень простые. Обычно это либо убить всех, спасти заложников или разрушить какие-либо сооружения. В игре у вас будет возможность управлять другими транспортами, такие как вертолет, танк, орудийная пушка и другие. Это очень забавная и веселая игра, в которой я с удовольствием играл и бомбил от ее сложности. Субтитры делал DimaTorzok Капитан Квазар отличный боевик с видом в три четверти. Это ураганная игра моего детства, как же я обожал в нее играть. В этой игре можно сказать почти полная разрушаемость, разрушить можно все и все, что вам попадется на пути. Единственное, нужно привыкнуть к управлению, так как оно не совсем удобное. В игре мы управляем не совсем умным Капитаном Квазаром, по уровню мышления умный человек напоминает персонажа Зигзаг из утина в истории. В каждой миссии мы получаем задания от шефа полиции и отправляемся ловить преступников в разных планетах. В данную игру можно играть вдвоем, причем второй персонаж будет темнокожный Капитан Квазар. Во время выполнения вы будете допрашивать заключенных, от которых будете получать ценную информацию. некоторые из них будут давать вам коды доступа для телепортаторов. Если не играли в эту игру, то очень рекомендуем. Игра Каспера выполнена в жарный квест, где мы управляем добрым провидением по имени Каспер, расследуем загадки и головоломки в огромном доме випстахов. Данная игра у меня запомнилась еще тем, что она была последней игрой из знаменок, которые я прошел на тридо. Сама игра повторяет сюжет одновременного фильма про Каспера, который вышел на экраны в 1995 году. Хоть игра сделана для детей, но запутывание было очень легко, так как разработчики не сочли нужным добавить карту в этой игре, чтобы можно было легко ориентироваться в самой игре. Но ее не было и я долго летал туда-сюда, прочесывая по несколько раз одни и те же локации, чтобы найти очередное решение, а потом снова искать место, куда нам идти по сюжету дальше. В самой игре помимо поиска из разных предметов, ключей и решений головоломок, мы можем находить части портретов, собрав которые Каспер получает новую способность. Благодаря новым способностям Каспер может попадать и в другие ранее неизведанные места. В тридо версии данной игры очень сильно иногда проседала в фпс, но зато у нас не было никаких долгих загрузок между переходом от локации в локацию, в отличие от PlayStation 1 версии. Крим Патруль, Драк Вардс, Мэтт Дог Макри, Мэтт Дог 2, Лас Банти Хантер и Холк Шот Джонни Ро – это серия игр от компании Америка Лазер Гейм. Этой интерактивной игрой в жанре виртуальный тел в детстве, к сожалению, у меня не было возможности сыграть в эти игры при помощи светового пистолета, который тоже был сделан этой же компанией для этих игр. Но давайте пару слов о каждом из них. Крим Патруль, отличная игра, где мы начинаем с простого полицейского и заканчиваем спецназом по борьбе с терроризмом. Мне в детстве не нравились фильмы боевики 80-х и 90-х годов про полицейских. И когда я впервые увидел эту игру, это было что-то нечто. Я не мог проверить, как такое вообще возможно. Идет игра, и мы принимаем в ней участие, стреляя к преступникам. Это непередаваемое ощущение духа того времени. Сама игра люто сложная, особенно когда пытаюсь управлять курсором при помощи геймпада. Скорость нашего курсора могла иметь три скорости. Когда мы ничего не нажимаем, у нас скорость одна, если мы нажимаем кнопку B, то курсор начинает двигаться чуть быстрее, и самое быстрое, если зажать и удерживать кнопку C. И вот с таким управлением мы чудом дошли вместе с мамой до последней миссии, но увы, все было четко и мы там погибли. Если бы у нас были световые пистолеты, возможно это бы нам облегчило ее прохождение. Поначалу игра кажется легкой, достаточно заполнен последовательность, откуда появляются бандиты. Но когда в дальнейшем они начинают появляться рандомно, тут начинается вся боль. Сама игра делится на четыре этапа, которые присутствуют по три миссии в каждом. Ну, за исключение первого этапа, где у нас присутствуют еще дополнительные тренировочные миссии. Выполнив все три миссии в первом этапе, мы переходим в другое полицейское подразделение, в котором нам предстоит выполнить очередные три миссии. И так до самого конца. Драк Варс. Это вторая часть игры первого Крим Патруля. Здесь мы уже боремся с стартными торговцами, только в этой игре мы начинаем с помощника шерифа. И далее также, как и в первой части, мы должны выполнять по три миссии для того, чтобы продвинуться дальше по службе и вести борьбу с уже более опасными наркоторговцами. Мне также в свое время не удалось пройти эту игру до конца. Я также дошел до финального этапа и на этом все. Игра Mad Dog McCree является самой первой игрой, в которую выпустила Америка Лазер Геймс, жанр интерактивного виртуального тира. Вспоминая эту игру, скажу вам, друзья, что это самая первая игра, которую я увидел на приставке 3DO. И впервые узнал, что на свете есть такая чудесная консоль, как Panasonic 3DO. Поначалу я думал, что по телевизору показывают очередной трейлер какой-нибудь вестерфильма. Но когда я увидел, как продавец берет в руки геймпад и начинает при мне играть в эту игру, у меня пачка так и отвисла. В отличии от игры Крим Патруль, данная игра происходит на Диком Западе, где мы гонимся за бешеным псом McCree и его бандой Прихвостных, которые как обычно терроризируют маленькие городички, где они похитили дочь мэра. В основном порядок может только наш бесстрашный герой-одиночка, которого все зовут незнакомец. Если вам нравится дух Дикого Запада, где у нас присутствуют ковбои, ограбления банков, драки и дух приключений, то эта игра вам должна понравиться. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Метод 2 Игра продолжает тему бешеного пса, которому удалось сбежать в конце первой части. В этой части мы снова играем за длинного пса, где после непродолжительного начала мы потом выбираем в себе одного из трех проводников, который покажет нам короткий путь для поиска сокровища. Так сказать, золотая лихорадка, к которой все были помешаны на поисках разных сокровищ. Данная игра примечательна тем, что мы можем проходить эту игру три раза, чтобы смотреть все сюжетные разбилки с тем или иным проводником, которую мы выбираем в самом начале. Но рано или поздно все три пяти придут к одному и тому же финалу. Где в конце нам вновь предстоит сразиться с бешеным пса, который в самом конце игры снова сбегает, делая тонкий намек на продолжение данной игры. Last Party Hunter это единственная игра от Америки Лазер Гейлс, в которой я пошел до конца среди других игр этого жанра. Здесь у нас также идет вестерн, только на сей раз мы гоняемся не за бешеным псом, а являемся охотниками за головами. В самом начале игры мы выбираем одного из четырех преступников, который нам поручили поймать живым пилеметом. Игра примечательна тем, что у нас есть выбор, каким образом доставить ключевого преступника. Мы можем его либо убить, либо доставить его живым. Но независимо от нашего выбора, мы все равно получим за него награду. Так что дерзайте, друзья. Last Party Hunter это последняя и заключительная часть, можно сказать, серии Mad Dog. You're big enough for the job? That's so. Because you got that brave look in your eye that said you ain't afraid of nothing. That's good. Because there's plenty to be afraid of with them four villains. Ну и последняя игра из виртуального тира это Four Shot Johnny Rock, как-то так. Или кто стрелял в Джонни Рока. Америке Лазер Гейн умеет удивлять, преподнеся в каждую стрелялку интерактивных тир, которые были сделаны в разные эпохи времени, что-то новенькое. И эта игра не исключение. В детстве, когда у меня была сама приставка Тридо, я не раз не видел пиратской копии этой игры. Сюжет игры у нас происходит в 20-е годы, во времена Сухого Закона, где у нас была Великая Депрессия, Аль Капона и всё в этом духе. Здесь мы играем роль частного детектива, живущего в Чикаго, который расследует убийство Джонни Рока, которых, между прочим, наняла его жена по имени Ред. И здесь игра, помимо обычных перестрелок с бандитами, мы собираем улики, допрашиваем преступников и решаем небольшие головоломки. Выглядит такой подход для игр данного жанра свежо и необычно. Если не играли, советую. Игру Собери наверняка многие помнят. Это приключенческая видеоигра с научной фантастикой, в которой присутствует жанр квеста и рельсового шутера, где в некоторых миссиях мы летаем, а в других исследуем локацию «Решай головоломки». Мы играем в роли хакера по имени Зак, который проникает на секретную базу террористов, чтобы украть последнее устройство конца света инопланетян. Игра примечательна тем, что вначале у нас есть выбор, какую сложность сделать игры. Мы можем влиять на сложность аркадной части игры и также на головоломок. Игра очень сложная и разработчики упростили ее прохождение, так как сама игра во время процесса делает автосейвы и в случае нашей неудачи нам придется переигрывать весь этап заново. Я очень хотел сыграть в эту игру, когда прочитал про нее обзор в журнале, когда она выходила на ПК. И был очень рад, когда узнал, что данная игра выйдет и на 3DO. Игра D это интерактивный квест Ужастик. Это моя третья игра по счету, которую мне купили для 3DO. В начале игры мы управляем девушкой по имени Лаура Харрис, которая получила звонок от полиции из Лос-Анджелеса, где ей сообщили, что ее отец, доктор Рихтер Харрис, совершил массовое убийство и забаррикадировался в госпитале. Наша героиня отправляется на место преступления, надеясь найти объяснение своего отца. Когда Лаура входит в госпиталь, она закрывает глаза, а открыв их, обнаружит, что она оказалась не в госпитале, а в старом месте старого особняка. Так начинается сама игра. Сама игра очень атмосферная и увлекает с первой минуты, где мы бродим по старинному особняку, пугаемся от неожиданных поворотов игры, решаем несложные загадки и пытаемся докопаться до правды. Демолюшн Мэн Игра сделана по фильму Разрушитель, который вышел в 1993 году. Игра представляет смесь жанров. Большая часть ее состоит из тира, где мы управляем мишенью и отстреливаемся от врагов. После прохождения каждого этапа мы видим короткое видео вставки, как из самого фильма, так и отснятые дубли с Сильвестром Сталоми специально для этой игры. Также в игре можно встретить уровни а-ля Дума, где мы от первого лица бегаем за Саймоном. Честно сказать, поначалу эти уровни меня вводили в ступор, я не понимал, что нам здесь нужно сделать. Найдя Саймона, я по нему палил, а он оказывается здесь бессмертный. И небольшими методами проб и ошибок я понял, что надо было просто следовать за Саймоном на безопасном состоянии, чтобы он нас не видел. И все, и тогда он приводит нас к выходу из этого уровня. Также присутствует уровень в виде файтинга и одна миссия с погоней на авто. Хоть игра и не получила огромную популярность, но данная игра мне очень понравилась, даже больше, чем версия разрушителя, которая выходила на Мегадрайве. Хотя версия для Мегадрайве мне также нравилась. Я думаю, игра Doom не нуждается в представлении. Эту классику знают и любят многие. Скажу, что в детстве я просто мечтал поиграть в эту игру и очень завидовал владельцам Super Nintendo и ПК, что у них имеется возможность в нее сыграть. И был очень разочарован, что данную игру не портировали на Мегадрайве. И когда мне мама купила 3DO, первые две игры, которые мне купили в комплекте с этой приставкой, я, долго не думая, сразу сказал, что мне нужен Doom и Need for Speed. Сколько же я вечеров и ночей провел за этой игрой, и меня тогда не напрягали такие просадки и тормоза. В самой игре для меня это было норм. 3DO версия игры до сих пор считается по музыкальному сопровождению самой лучшей, так как для нее полностью переписали все музыкальные треки. Я довольно часто включаю данную игру не просто, чтобы поиграть, а для того, чтобы послушать музыку. Ставь лайк, если делал так же. Ну и конечно в мой топ попадает прародитель игры Doom, Wolfenstein 3D. Это, можно сказать, моя самая первая игра, в которой я играл именно в шутер от первого лица. Особенно промечательно тем, что порт игры для 3DO считается самым лучшим в то время. Ее немного расширили, добавив туда еще два вида оружия, в виде огнемета и базуки. Сама игра, как и Doom, не нуждается в представлении, и вы это прекрасно знаете. Dragon Slayer интерактивная игра, выполнена в мультипуляционном виде. Это очередная игра, которая меня сильно впечатлила на 3DO, когда увидела ее впервые. В игре вы управляете рыцарем Дирком, цель которого спасти принцессу Дафник, которая была похищена драконом. Игра построена на небольшие мини-сцены, в которых вам предстоит выжить. 3DO версия игры усложнена еще тем, что вы не можете, как в тех же играх, как Space Ace или Brian D13, где вы можете заранее нажимать кнопки управления, пока не услышите характерный звук, при попадании в нужный нам момент тайминга самой игры. В 3DO версии нам нужно нажимать кнопки действия, только строго отведенные по таймлайну время. Все другие случайные нажатия до этого момента будут засчитаны игрой, как проигрыш. И это вам надо было угадать, когда именно нажимать, и в какую сторону. Поэтому я брал тетрадку с ручкой и записывал все свои действия в каждой сцене. Данная игра произвела огромный фурор в своего времени, когда впервые она вышла в 1983 году на аркадных автоматах. Опереди в свое время. Игра Space Ace это очередная игра в жанре интерактивных кино, выпущенная впервые в 1984 году, также на аркадных автоматах, от той же группы разработчиков, кто делал первый Dragon Slayer. Сюжет игры рассказывает о приключении отважного героя Декстера, который предпочитает, чтобы его называли Асом. Ему задачей является остановить зловещего коммандора Борфа, который хочет атаковать землю с помощью своего лазерного оружия, который превращает людей в младенец. Игра у нас также разбита на отдельные катсцены, как и Dragon Slayer. Но здесь управление в отличие от 3DO мы можем заранее нажимать кнопки действия, чтобы поймать нужные нам момент тайминга. Чтобы, если мы правильно угадали наши действия, катсцена игры продолжалась. Пугающая атмосфера, жуткие крики и вопли заставят вас содрогнуться в игре Escape from Monster Manor. Ну да ладно, про пугающие крики я загнул. Игра по графике напоминает мне чем-то Wolfenstein 3D, где у нас пол и потолок выполнены в однородном цвете. Как вы и поняли, друзья, это очередная игра, шутер от первого лица, которая вышла в год выхода самой приставки 3DO. В игре нам предстоит отыскать на каждом уровне кусочки талисмана в старинном и жутком поместье, в котором живут одни лишь призраки, пауки и прочая нечисть. Игра имеет простую механику, где у нас, к сожалению, всего один вид оружия и карты, которая помогает нам ориентироваться в запутанных лабиринтах каждого уровня. Также помимо этого мы собираем разные ключи, чтобы открыть те или иные двери, собираем за грагоценные камни и сражаемся с нечистью. В игре играет отличный саундтрек, пройти я ее в свое время не смог, только спустя много лет я ее прошел, играя на эмуляторе. Глупец, покинь это жуткое место пока можешь, настанет конец талисмана, беги как можно дальше и скорее, грядет царство ада, темный властитель уже у самых ворот. Конечно, я не мог не добавить в свой топ замечательную и красочную платформу, как Гекс. Я думаю, что многие, у кого была в свое время 3DO помнят эту игру, ведь в свое время в некоторых партиях сама игра шла в комплекте при продаже самой приставки Panasonic 3DO. Это замечательная игра, которой придется по душе каждому, отличная графика, приятная музыка и отличный юмор, присутствующий в игре. В самой игре мы управляем ящеркой по имени Гекс, который однажды, сидя перед просмотром телевизора, Гекс случайно глотает муху, не зная, что это особый тип передатчика, после чего огромная рука злого Реса из телевизора хватает Гекса и затаскивает его туда. Тем самым наш герой попал под власть повелителя телевизионного измерения, который решил сделать Гекса своим новым талисманом и завоевать мир. Теперь Гексу предстоит пройти через мере телевизионного измерения, основанных на различных жанрах. «Кладбище ужасов», «Земля мультяшек», «Остров джунглей» и «Кунг-фу-гинь». «Зе Хорд» «Зе Хорд» Отличная игра в жанре экшена и стратегии в средневековое время. В игре интересная механика, она разделена на две фазы. В первой фазе мы ведем строительство, в котором нам предстоит обустраивать поселение, сажать деревья, заводить коров и строить различные ограждения и ловушки для стаи ордынцев. Также у нас имеется возможность нанимать рыцарей или лучших для защиты нашей деревни. Так сказать, первой фазой у нас идет экономическая часть. А второй фазе мы должны отбить натиск стаи красных монстров. В игре мы управляем пареньком по имени Чонси, который однажды спас от смерти короля Винтеропа Доброго, который поперхнулся куском еды, за что юноша был награжден земельным наделом с правом основать на нем собственное поселение. Замечательная игра, которой я провел много времени и не пожалел. Хотя игры подобного жанра мне не совсем нравятся, но эта игра зацепила меня своим несложным гейплеем и сказочным антуражем, у чего стоит только один юмористический видеозаставки между уровнями. А, что ж, с этого дня и впредь ты теперь, сэр Чонси! Нарекаю тебя рыцарем мира и дарую тебе большой земельный удел в равнинах Шимто, как и мой могучий клинок, мрачный обманщиком. Он хорошо мне послужил в защите королевства от злобной, ненасытной, ужасающей ОРДЫ! ОРДЫ? Когда я был маленький, я обожал с родителями ходить в парк аттракционов, чтобы покататься на колесе обозрения, пострелять из тира, кататься на машинках и многое другое. Поэтому, когда я увидел игру The Park, она мне сразу понравилась. Игра представлена в жанре экономической стратегии, где нам предстоит построить свой парк развлечений и управлять им. В начале нам дают небольшой участок земли и не слишком широкий список аттракционов. Но в дальнейшем, развивая свой парк и получая хорошие прибыли с него, мы можем покупать более крупные участки земли для строительства нового парка с новыми аттракционами и так далее. Игра, конечно, на любителя и придется по вкусу, кому нравится подобный жанр. Если просить любого человека, у кого в 90-е была приставка 3DO, назови три лучших шутера для 3DO, то уверен, что у большинства среди этого списка будет названа игра Killing Time. Эта игра одна из самых лучших шутеров от первого лица на 3DO, если вообще не лучшая. В отличие от многих 3D-шутеров 90-х годов, эта игра не имеет систему уровней. В ней присутствует один огромный бесшовный мир, в который нам предстоит выжить. Сама игра была цифрована и выглядела реалистично. И из-за этой реалистичности данная игра меня очень пугала. Также в игре вам будет встречаться духи призраков, где мы наблюдаем сцену с живыми актерами. А уж какая в этой игре играет музыка, это что-то невероятное, друзья, который передает нужное настроение в зависимости в какой локации в игре мы находимся. В самой игре мы управляем студентом-египтологом, который отправился на остров Матиникус в поместье богатой наследницы Тес Конвей, чтобы отыскать пропавший артефакт старинных водяных часов, о которых ему рассказывал профессор доктор Харбул. По легенде, эти часы могут даровать вечную жизнь, и наша цель найти и уничтожить водяные часы, раскрыв все секреты поместья, преодолевая все ужасы, находящиеся на этом острове. Подойди ко мне ближе, сыграем в игру. Я дарую подсказку, ты напрягаешь свой ум. То, что найдешь здесь, тебе сможет помочь. И с этой земли уберешься ты прочь. В свое время, когда у меня была приставка Дэнди и Мегадрайв, я жанр JRPG-игры не воспринимал вообще. Никогда не понимал людей, которые нравились такие игры. И мой путь JRPG начался именно с приставки 3DO, начиная с игры Лисфенсквест. И все благодаря моему хорошему знакому, который меня подсадил на эту игру. И после полного прохождения этой игры, с этого момента я полюбил этот жанр. Как вы поняли, друзья, игра представляет классическую японскую ролевую игру с подшаговыми боями. Впоследствии, человек с ником Паук из форума 3DO планет перевел эту игру целиком на русский язык, что спустя много лет я прошел ее, наконец-то поняв весь сюжет этой игры. Однажды к знаменитой башне великого волшебника Кокинда, пришел молодой человек по имени Аго, который пришел к великому волшебнику, чтобы тот помог снять проклятие с его населения, где на его деревню напали люди-волки и всех покусали, из-за чего все жители стали оборотнями. И после наступления темноты, их облик менялся на волчий. Но великий волшебник пропал, и вместо него Аго встречает его ученица, 15-летняя девушка по имени Люсиен, которая хитростью уговорила Аго, чтобы она просоединилась к его путешествию. И с этого момента друзья отправляются в долгий свой путь. Это легенда одна из многих историй приключений Люсиен. Жанр гонок – это не мой любимый жанр, но в некоторых гонки мне нравилось играть, и одна из таких игр – это первая часть Need for Speed, которая произвела на меня громадные впечатления. В первую очередь, она на меня поразила свои графики, что можно было кататься с видом внутри салона из автомобиля, который выглядел как настоящий, ведь игра была в этом плане оцифрована. И что для меня было самое главное, что трассы не были кольцевыми, как это было бы во многих гонках. Если кто не знал, то серия Need for Speed берет свое начало, именно с приставки 3DO. В отличие от других платформ, куда была еще портирована первая часть, в 3DO версии у нас были добавлены в виде ставки с оппонентом, с которым мы соревнуемся. В самой игре мы можем выбирать себе одну из трех трасс, машину себе, машину нашему оппоненту, с которым мы будем соревноваться. Также в меню игры мы можем посмотреть краткое описание всех автомобилей, их характеристики, а также посмотреть небольшой демонстрационный ролик, рекламирующий возможности того или иного авто. Первой Need for Speed всегда будет моя одной из самых любимых гонок, выходившей на 3DO. Если хотите прикоснуться к серии Need for Speed, то ее первую часть лучше всего начинать именно с 3DO версии. Роуд Рэш, или можно сказать, это ремейк первой части Роуд Рэша, который выходил на Мега Драге. Хоть игра тоже относится в жанре гонок, но как и в случае с Need for Speed, эти гонки на мотоциклах мне нравились безумно. Я с удовольствием играл во все 3 части Роуд Рэша, еще на Мега Драге. А уж 3DO версии игры я просто обожал. Особенно понравилось смотреть видео заставки, которые добавили в игру. В этой игре нам предстоит участвовать в ожесточенных, незаконных уличных гонках на мотоциклах, где в конце нас ждет денежный приз, благодаря которому мы можем потом в магазине покупать себе более крутой байк. В игре всего 5 трасс и 5 уровней. Трассы с прохождением на следующий уровень будет расширяться при условии, если мы заняли первое место во всех 5 трассах. И так до 5 уровня. На дороге нам предстоит также избегать полицейских, сражаться со своими оппонентами, избивая их всем, чем только попадет вам под руку. Это атмосферная игра и с потрясающей музыкой. Если не играли, друзья, то рекомендуем. Джонни Базуко Тон. Это еще одна отличная платформенная игра, выходившая в последний год жизни приставки 3DO в 1996 году. На дворе 2050 год, где мы в исполнении Джонни Базуко Тона, который является звездой рок-н-ролла, и его вузка стала очень популярной по всей планете. Но внезапно появляется мистер Эль Диабло, из-за своей зависти крадет самую дорогую для Джонни вещь, его гитару. И насылает армию своих демонов, чтобы те похитили солистов легендарной группы, которых он сажает в свою тюрьму. И нас Джонни отправляется в загробный мир, пробиваясь через полчаса ада, где для Джонни начнется лучшее сольное исполнение в его карьере. В виде оружия у нашего героя будет модифицированная гитара, припоинж которой он стреляет с звуковыми импульсами. Это отличная игра, за которой можно приятно отдохнуть одним из вечерков. Между прочим, в написании музыки для игры принимали участие члены группы Бон Джови. Такая скандальная и нашумевшая игра в свое время, как Найт Рэп, оставила теплые воспоминания в моей памяти. Это очередная интерактивная игра, где нам предстоит спасти девушек от жутких вампиров, которые обитают в загородном доме семейки Мартинов. Концепция игры очень простая. Мы в качестве диспетчера переключаемся между камерами, которые расставлены во всем доме и должны вовремя активировать ловушки, чтобы ловить таких странных существ в черных костюмах, которых я называю охотниками. Когда я впервые увидел эту игру на Мега Сиди, я думал, что это игра про воров. Существа в черных костюмах я бы думал, что это грабители, которые пробрались в дом с целью что-либо украсть. А когда у некоторых у них я увидел в руках странное устройство, я понул, что это водолазный костюм. Сюжет игры такой. Группа молодых девушек останавливается в доме мистера и миссис Мартин с ночевкой. Семья Мартина кажется нормальным американским семьем, тем не менее в этом доме происходят странные вещи. Пять подростков, которые ранее посещали дом Мартина, бесследно исчезли. Из-за расследования пропавших подростков взялась спецкоманда Sega Control Attack Team. Они внедрили своего агента Келли в небольшую группу девушек, которые направились отдыхать в дом мистера Мартина. К сожалению, игры в стиле Костре на 3DO не было, поэтому игра Phoenix 3 для меня была эдакой заменой. Цифра 3 на название игры я так и не понял, почему именно так назвали, так как Phoenix 1 и 2 нигде не выходили. Если я ошибаюсь, то напишите в комментариях, где и на какой платформе выходили первые части этой игры. По самой игре видно, что авторы данной игры вдохновлялись фильмом «Чужие», так как половина игры это экшен, 2D-платформа, где мы в будущем сражаемся против разных чудовищ, некоторые из них уж очень сильно напоминают самих «Чужих». А другая половина игры мы летаем в космосе на космическом корабле наподобие Wing Commander. Между уровнем нам показывают небольшие видеоролики, где внешность главного героя мне очень напоминает актера Стивена Сигала. Время, все в сайте, все в сайте. Передайте свои силы, раздавайте, и вы умерете. Ретрофайнл замечательная игра в жанре военного шутера с видом от третьего лица, где мы управляем несколькими боевыми единицами, которые располагаем в нашем ангаре. Между прочим, это самая первая и единственная игра из лицензионных игр, в которой был официально добавлен русский язык. Правда, в самой игре он особо не нуждается. Ваша основная цель игры – это обнаружить местонахождение матча с флагом врага, прорваться к ней и захватить флаг, доставив его на свою базу. Правда, захват флага происходит только на джипе, так что в игре придется применить свои небольшие навыки тактического стратега. Для своего времени в игре очень даже неплохая графика. Наши военные действия ведутся на живописном лошаде с видом сверху понаподобие канон-хода. Единственное, к чему стоит привыкнуть, так это к управлению транспортами, так как оно может отличаться в зависимости, какую боевую единицу техникой вы управляете. Поначалу это может вам доставить неудобство. Супер Стритфайтер 2 Турбо Данная игра не нуждается в представлении, все и так знают эту серию игр файтинга. Эту игру в свое время портировали с аркадных автоматов, и фанаты серии называют даже порт для 3DO лучший среди всех. Саму серию Стритфайтера я полюбил еще со времен Дэнди. Обожал временами собираться с друзьями для очередной времяпрепровождений за этой игрой. Мои любимые персонажи в этой игре были такие, это Рю, Кен, Чун Ли и Зангиев. Сейчас я в фантики практически не играю, но данная серия еще до выхода первых Mortal Kombat была моей любимой. Серия Стритфайтера в свое время была настолько популярна, что по ней были сняты несколько фильмов и аниме, но это уже совсем другая история. Вторая часть Шокуэйва далеко не шагнула вперед по сравнению с ее первой частью, поэтому именно она занимает в моем топе. Начальная заставка мне даже чем-то отдаленно напоминает сериал Вавилон 5, хотя у них ничего общего нет. Между прочим, изначально игру планировали выпустить на разные платформы, но по какой-то причине она стала эксклюзивом для 3DO. Хотя вроде ее все-таки выпустили на Macintosh, если я ошибаюсь, то поправьте мне в комментариях. Сюжет игры разворачивается спустя 20 лет после завершения событий первой части. На одной из планет дальнего космоса обнаружен загадочный артефакт, представляющий собой творение какой-то древней и могущественной цивилизации. Ну и как всегда по традиции, его похищают инопланетяне и исчезают с ним в гиперпространственном воротах. В погоне за ними отправляется бравый капитан Эвери Флинн на своем корабле Кортес с несколькими членами экипажа своего корабля. Мы как раз и будем играть за самого капитана. Синдикат – отличная тактическая игра, выполненная в научно-фантастическом мире. Помню эту игру еще на Мегадрайве. Данная игра поначалу мне совсем не нравилась, но потом, разобравшись что к чему, она сразу мне понравилась в своей необычном гейплее. Действие игры происходит в будущем, где мир контролирует переступные синдикаты. Под наш контроль дают четырех синдикатов, нам предстоит вырабовать людей, уничтожать других синдикатов и контролировать большие территории, выполняя разные миссии. Сама игра замечательная, и я не жалею, что потратил несколько вечеров на ее прохождение. Когда в 96-м году вышло ее продолжение, Синдикат Варс, я ее также с удовольствием прошел на приставке PlayStation. Старфайтер Старфайтер — это отличная космическая леталка на 3DO. В этой игре можно, как и в случае с Капитаном Квазаром, разрушать все объекты, которые вы видите перед собой. Что примечательно, можно даже сравнять любой холм или гору с землей, просто стреляя в воней. Вам дается полная свобода действия в самой игре, нет никаких препятствий, летайте где хотите. Отличная оптимизация игры и атмосферная музыка. Но сама игра не так простая, как может показаться на первый взгляд. В игре вам предстоит пройти 60 уровней, которые разбиты на 4 этапа, по 15 уровней в каждом, которые выглядят в виде пирамиды. В игре мне очень понравилась необычная система прокачки нашего истребителя. Когда мы разрушаем какой-либо объект на планете, то из него вылетают разноцветные геометрические фигуры. И мы своим истребителем можем подбирать эти фигуры, где в нижнем углу у нас будет отображаться символы фигур, которые мы подобрали. И если знать правильную комбинацию, мы можем добиться увеличения боеприпасов, получить новый тип вооружения или улучшить показатели характеристики нашего истребителя. Его защиту, лазер и так далее. Но можно также при неудачной комбинации, наоборот, ухудшить его статусы. Советы посоветят мое полное прохождение этой игры, ссылочка будет указана в описании под этим видео. Где в описании под видео я указал все комбинации фигур и что они дают. Star Wars Rebel Asaou Единственная игра по Звездным Войнам, которая выходила на 3DO. Сама игра сделана в виде рельсового шутера и тира. В каких-то миссиях мы летаем в горах, где-то мы ведем огонь, управляя лишь одним прицелом, или отстреливаемся главным героем от имперцев. Игру можно назвать полуинтерактивным с линейным сюжетом. Действие игры разворачивается одновременно с событием 4-го эпизода Звездных Войн Новая Надежда. Поклонникам и фанатам серии Звездных Войн данная игра может и понравиться. Но другим данная игра может не подвергнуться из-за своего скудного геймплея и не очень красивой графики. Жаль, что в этой игре нам не дают управлять кем-то из полюбившихся нам героев по фильмам Звездных Войн. Мы управляем малоизвестным пилотом, который присоединился к альянсу. Сама же игра очень простая и проходится буквально за один час. Страхл. Это очередная интерактивная игра, сделанная в стиле аниме. Геймплей игры в основном состоит из просмотра аниме-катсцен, где на экране во время игры появляются подсказки и нам надо успеть вовремя нажать на нужную кнопку действия на геймпаде. Но в случае ошибки это приводит к гибели нашего героя. В отличие от Dragon Slayer и других именоподобностей игры, вышедших на 3DO, здесь мы наглядно видим куда и на какую кнопку нам надо нажимать. В этой игре есть много моментов, где нам надо очень быстро нажимать одну кнопку действия, пока не пропадет шкала. Мне никогда не нравились подобные моменты в играх, из-за которых геймпад быстро изнашивается. И я очень бомбил от этих моментов. В самой игре всего 8 уровней, а в самом начале нам доступны только первые 3. Мы играем за Алекса Хофилда, обычного молодого человека, живущего в маленьком городке, который однажды находит умирающего старика на улице, который на самом деле является богом. Благодаря заботе о старике, тот говорит ему, что у него есть потенциал, чтобы сделать мир лучше и стать королем, если он пройдет все испытания, собрав 7 таинственных камней. Вот таким образом наш главный герой отправляется в путешествие на поисках этих камней. Как вы уже заметили, друзья, что в моем топ-списке уж очень много игр в жанре интерактивного кино. И данная игра не исключение. Суприм Варио – это необычный файтик от первого лица, сделанный в интерактивном стиле. В детстве мне очень нравилось смотреть фильмы с восточными единобостными, особенно фильмы с Джеки Чаром. И эта игра сделана в этом стиле. Место действия игры разворачивается в древнем Китае 16 века. Легенда гласит, кто владеет обеими половинками волшебной маски, тому будет дарована могущественная сила. Наш главный герой обладает одной частью таинственной маски, вторая же половина находится у злого Фанг Ту, который страшно желает проработить всю поднебесную. В игре нам предстоит сразиться с варлодами разных стихий, чтобы в конце сразиться с самим Фанг Ту и забрать его вторую половину маски. В самой игре мы также можем использовать спецприемы, изучать разные навыки, которые мы получаем во время прохождения. Разработчики с душой подошли к игре, дав каждому игроку почувствовать, что именно он принимает участие в этом живом кинематографическом фильме восточных боевых искусств. Винпоследок я стал самым любимым на свою игру, которую я бы не раздумывал отнес на первое место своего топа для 3дуо игр. Это Винкомандер 3 Сердце Тигра. Игра, выполненная в жанре интерактивного кино и космического симулятора. Недавно на своем канале я воплотил свою детскую мечту, сделал свое прохождение этой игры с русской озвучкой, которую вы можете посмотреть на моем канале. Для меня Винкомандер 3 от Криса Робертса является самой любимой ее частью. Ее сюжет для меня состоит на одном уровне с фильмами Звездных войн, а может даже и лучше, где у нас силы конфедерации ведут борьбу с Империей Киллера. В игре мы управляем полковником Блэйром, его же сыграл актер Марк Хэмилл, он же и Люк Скайуокер в фильмах Звездных войн. Вообще звездный состав в этой игре очень огромный. Здесь приняли участие в съемках этого игры такие известные люди, как Том Уилсон, Мальком Макдауэлл, Джон Эрис Дэвис и другие. Бюджет игры на тот момент составлял около 5 миллионов долларов, что для 1994 года было рекордом. В игре мы находимся на космическом корабле ТКС Виктори, где общаемся с другими пилотами. Нам предстоит выполнять разные миссии, выбирать себе истребители, полностью их вооружать и решать, с каким вторым пилотом мы полетим выполнять то или иное задание. Во время общения с другими пилотами у нас будут появляться варианты ответа. И от этого ответа будет зависеть их моральный дух, что в дальнейшем может сказаться на его отношении к нам. Иногда действия штаба для меня столь же загадочны, как и враг. Здесь много хороших ребят, полковник. Даже такие, как я, с пробелами в биографии. Просто дайте нам шанс. Ну вот все, друзья. Что ж, в этом видео я рассказал только про свой топ игр для приставки Тридо. Но были игры, которые мне просто нравились, о которых я не упомянул в этом видео, и таких наберется еще как минимум штук 20 или 30. Если вам понравилось это видео, то не забывайте ставить Тридошный лайк, а также пишите в комментарии свой топ игр для приставки Тридо. Ну а я с вами прощаюсь. До скорых встреч, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok